Глеб Архангельский, Ольга Стрелкова. Финдрайв. Как привлечь, сохранить и выгодно вложить свои деньги. Читает Александр Шаронов. От авторов. Друзья, каждый из нас, положа руку на сердце, может посетовать, что с деньгами у него не все идеально. Редко кому удается достичь финансовой безмятежности, когда денежные вопросы не беспокоят совсем или находятся под полным контролем. Хотя признаваться и разбираться в денежном беспорядке и неприятно, и непринято. То умеренное благополучие, в котором мы пребываем, на самом деле повод для беспокойства. Гораздо чаще мы закрываем глаза на проблемы, бодримся, хорохоримся, стараемся принять неизбежное или поверить в то, что еще не вечер и когда-нибудь в среднеотдаленном будущем нам повезет, и наша денежная ситуация изменится к лучшему. Однако, как правило, все живут в одной и той же искривленной модели, присущей им всю или большую часть жизни. Зарабатывают хорошо, но сберегают плохо. Накапливают деньги отлично, но инвестировать не умеют совершенно. Разумны в тратах, но все равно еле-еле сводят концы с концами. Или еще хуже, очень скромны в заработке, но очень лихи в получении кредитов на показное потребление, чтобы все как у людей, и почувствовать, что я этого достойна. Разных форм личного финансового уродства много. Реальных примеров настоящего финансового здоровья, спокойного и уверенного очень мало. А ведь сфера денег, как ничто другое, подлежит точному учету и контролю, и, соответственно, объективной оценке и коррекции. Но при этом мы придумываем фантастические причины и поводы, чтобы не глядеть в лицо цифрам и фактам. То есть сфера личных денег вызывает у нас множество сложных эмоций, которые серьезно искажают наше восприятие реального положения вещей. Все мы чувствуем. С нашей финансовой ситуацией что-то не так, но ничего толком не можем изменить. Шаг вперед, два шага назад. Почти как с похудением и диетами. Все знают, что делать, но мало у кого получается достичь результата и удержать его на протяжении долгого времени. Почему же? Ответ прост. С одной стороны, в России и в бывших республиках СССР слабо развиты надежные инструменты для инвестирования личных денег, аналогичные таковым в странах Западной Европы и США. То есть следовать один в один советам из популярных бестселлеров о личных финансах американских авторов мы просто не можем. Там совершенно правильно описаны все принципы управления личными деньгами и инвестициями, только все они работают и дают результат в совершенно иной экономической ситуации. С другой стороны, у нашей страны особенный исторический путь и многие события, которые произошли с нами и нашими старшими родственниками, оставили на нас свой отпечаток. Политических, экономических, военных потрясений в стране было очень много, а предсказуемых правил игры очень мало. Благодаря этому у нас накопилась масса финансовых неврозов и денежных зажимов, которые приводят к очень странной манере обращения с деньгами. Однако есть люди, которые в любые времена и в любых обстоятельствах лихо привлекают деньги и удачно их приумножают. Мы, как опытные бизнес-консультанты, часто имеем дело с успешными предпринимателями и высокооплачиваемыми профессионалами. Давно заметили, что у всех этих людей есть денежная мышца, качество, которое не связано напрямую с интеллектом и признанными добродетелями, вроде дисциплины, исполнительности, трудолюбия. Это некая особая энергия, способность концентрировать внимание, удивительный дар. Встречается довольно редко, как абсолютный музыкальный слух или выдающиеся спортивные способности. Что делать нам, простым смертным, у кого денежная мышца очень слабенькая и особо не прощупывается? Во-первых, понять, что это не приговор. Не всем дано стать олимпийскими чемпионами, но практически все могут себя поддерживать в хорошей физической форме, без лишнего веса, отдышки и приступов слабости. Никто в нашем авторском коллективе денежной мышцы, развитой от природы, не обладал, но каждому из нас удалось сильно раздвинуть свои финансовые горизонты в сравнении с заводскими настройками. Во-вторых, все-таки прокачать свою денежную мышцу правильным образом, чтобы понять, какие действия ведут к деньгам, и по настоящему стабильному финансовому положению нужно совершить много попыток и немало ошибок. К сожалению, информационный фон про деньги — это просто дымовая завеса из дезинформации, абсурдных установок и странных рекомендаций, следуя которым невозможно добиться никаких улучшений. А все работающие алгоритмы и приемы совершенно неочевидны. Итак, что вы сможете получить полезного в нашей книге? Разобраться, какая у вас денежная мышца от природы, понять, в какой группе финансового здоровья вы относитесь, определить свои финансовые неврозы и пути их преодоления, изучить обязательные приемы для управления своими деньгами, выбрать свой джентльменский набор надежных работающих инвестиций, улучшить денежную хватку и денежную интуицию, прояснить финансовые отношения с родными и близкими. Чего в этой книге точно не будет? Никакой денежной эзотерики, мистики, фэншуя для богатства, призывов к рискованным операциям и лихим инвестициям. Только золотой стандарт точно выверенных упражнений по управлению собой и своими деньгами, основанный на нашем реальном опыте и опыте множества частных инвесторов, которые так же, как и мы, начинали с низкого финансового старта. В этой книге много жестких и нестандартных рекомендаций, но мы не раз убеждались, что только они и работают. Искренне желаем вам многократно повысить свою финансовую устойчивость и прокачать денежную мышцу. У вас точно получится. Слушайте, применяйте, успевайте главное. Глеб Архангельский, Ольга Стрелкова.